Одни из тех, кто не только на словах, но и на деле сохраняет память о солдатах, погибших за отчизну, это поисковики. Именно они поднимают из небытия воинов, находят их родственников и возвращают героев домой. Иногда это останки, а порой только личные вещи. К сожалению, родственники не всегда имеют возможность приехать. Так произошло с бойцом РККА Мавли Денисламовым. Его останки были обнаружены на территории Спаздеменского района 26 октября этого года. Перезахоронен на нашем поле памяти. Вместе с ним найдена медаль «За отвагу». А вот Александр Комлев, найденный 20 ноября в двух километрах от деревни Будо Росольского района, будет захоронен на малой родине. Останки бойца и личные вещи обоих героев решили передать на родину. Они оказались земляками. Оба из республики Башкортостан. Забрать останки Комлева и передать медаль Денисламова родственникам приехали поисковики отряда имени Георгия Константиновича Жукова. Большое спасибо поисковикам Десногорска. Очень большой вклад они делают в вашем городе, в патриотизм, в такой музей отличный здесь. То, что они делают эту работу, то, что они тратят, ну, они, конечно, мы все должны, всей страной должны тратить свое время и заниматься. Пропагандой про вот это всего, историю Второй мировой войны, так как забываться начинается это все, мы не должны забыть этого. От администрации города поблагодарить поисковиков за неоценимый вклад в сохранение истории и памяти пришел заместитель главы города Александр Новиков. Благодаря вашему упорному, тяжелому, но благодарному труду мы имеем возможность принести частичку счастья в чей-то дом, потому что возвращаются их родные и близкие. Я хочу выразить вам свои искренние слова благодарности за ваш труд. Продолжайте его, он необходим. Личные вещи Комлева делегации передал заместитель командира поискового отряда «Высота» Николай Головкин. Он лично поднимал останки обоих героев. Для него, как и для любого бойца движения, найти родственников солдата – это самое ценное, что может быть в работе поисковика. Да это все, это непередаваемые ощущения. И смех, и слезы, понимаете? Это трудно сказать. Во-первых, найденные родственники, а бывает, что и внуки живы еще, и правнуки, и все такое, они становятся родственниками самым настоящим образом. Медаль за отвагу Денисламова и альбомы со всей информацией о поиске обоих бойцов вручил начальник штаба поискового отряда «Высота» Игорь Журавлев. А затем память героев почтили минутой молчания. Останки Комлева Александра отправились домой в сельское поселение Ишимбай Республики Башкортостан, чтобы наконец обрести вечный покой.